Доводы.ру представляет Ауду биллахи мина шейтанирраджим Бисмиллахи ррахмани ррахим Вабихи наста'ин Вахва хейра насырин ваму'ин Вассалату ассаламу аля сайиду ламбияю ламурсалин Ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин аль-ма'сумин Ва ла анату ддаимату аля адаихим мажма'ин Иля кияв ми яуми ддин Ассаламу алейкум варахматуллахи баракяту Итак, мы наконец-то нашли возможность Продолжать наши уроки по логике Последний урок, 17-й урок был записан Примерно 3 года назад И все это время, к сожалению, не получалось Всего определенных обстоятельств Продолжать записывать эти уроки Но так или иначе мы с позволением Бога Постараемся довести это начатое дело до конца Итак, мы на предыдущем уроке, на 17-м уроке Мы говорили об одном из делений речи А если вспомнить еще более ранние уроки То мы затрагивали вступительные вопросы к логике Относящиеся к языкознанию То есть мы обсуждали вопросы языкознания Которые необходимы для понимания логики Для изучения логики Для обсуждения логики И на предыдущем уроке мы делили речения Согласно тому То есть мы слово, например, делили согласно тому Сколько у этого слова смыслов Один смысл у этого слова Или больше одного смысла Если у этого слова больше одного смысла То каковы отношения этого слова к этим своим значениям Одинаковые или неодинаковые И так далее Мы, то есть, делили речения именно с этой точки зрения На сегодняшнем, на этом уроке Мы также будем продолжать вопросы языкознания И затронем еще одно деление речения Но в данном случае мы посмотрим на речения Немножко с другой точки зрения То есть мы изменим угол зрения на речения И поэтому у нас получится совсем другое деление Отличное от предыдущего или предыдущих делений Итак, с какой точки зрения мы хотим посмотреть на речения В данном случае мы хотим сравнить между собой разные речения Например, разные слова Или разные предложения Или предложения с каким-то определенным словом И хотим посмотреть Идентичны ли их смыслы Или они различны А если различны То какова разница между этими смыслами Между этими значениями Значениями этих слов И согласно этому мы получим первое Первые две разновидности То есть, если мы сравниваем между собой Например, два слова Сравниваем между собой два речения Здесь имеется один из двух вариантов То есть, третьего просто-напросто Согласно законам логики Не дано, невозможно Или их значения То есть, этих двух речений Смыслы этих двух речений Или их значения Их смыслы идентичны Или не идентичны Чего-то третьего здесь быть не может Есть ли смыслы двух речений Двух слов идентичны то это синонимы синонимы то есть синонимы это разные речения например разные слова которые то есть звучат они по-разному разные слова это значит звучат они по-разному разное речение значит они звучат по-разному и как следствие слышится по-разному но они имеют идентичные полностью совпадающие смыслы полностью совпадающие значения то есть идентичные значения а если их значения не идентичны и не совпадают их содержание не совпадают то это внеположные внеположные то есть внеположные это те слова те речения те предложения которые имеют отличные друг от друга значения и смыслы например синонимами могут быть следующие слова интернет и всемирная паутина интернет и всемирная паутина например или же страх и боязнь если смыслы и значения слов страх и боязнь идентичны и полностью совпадают то есть страх означает ровно то же самое что означает боязнь и боязнь означает ровно то же самое что означает страх то это слова синонимы то это речение синонимы примеров внеположных конечно же огромное множество например человек человек слово человек и слово разумный человек и разумный или дерево дерево и камень слово дерево и слово камень то есть то есть камень означает не то же самое что и дерево то есть их смысл и их значения отличны друг от друга точно так же как и отличные значения слов разумный и человек то есть если смысл я повторюсь еще раз если смыслы речения совпадают полностью идентичны то это синонимы если не совпадают и отличны друг от друга имеют какие-то отличия то это внеположные и в связи с этим необходимо подчеркнуть два очень важных момента два очень важных нюанса во первых в языкознании и в некоторых других науках синонимами называются не только те слова которые имеют полностью идентичные значения как в нашем случае как в случае с логикой то есть для логики для логики синонимы это речения которые имеют полностью идентичные значения полностью идентичные смыслы а в других науках наряду с этим синонимами так же называются и те слова которые имеют общий идентичный объем то есть те слова объем которых полностью совпадает то есть те слова которые полностью совпадают в своем объеме то есть это те слова которые полностью совпадают в своих объемах то есть это нечто отличное от того значения которое вкладывает в слово синоним в синонимы вкладывает логика это нечто другое Конечно, мы еще не изучали, мы еще не рассматривали, что такое содержание, что такое объем. То есть мы эти вопросы до сих пор не изучали. И, возможно, вы на данный момент не совсем понимаете, о чем идет речь. Я приведу пример. Например, человек и разумное животное. Издревле, начиная с греческого периода, с Древней Греции, считалось, что это понятие. И до сих пор, конечно, здесь могут быть разногласия. Мы сейчас не хотим эти не касающиеся и выходящие за пределы логики вопросы обсуждать и какие-то здесь исследования проводить. Нет у нас такой цели. Но из Древней Греции считалось, что человек и разумное животное – это полностью совпадающие в своем объеме понятия. Что это означает? Это означает, что каждый человек является разумным животным. И каждое разумное животное является человеком. Это значит, что они полностью совпадают в объеме. То есть, объем этих двух понятий полностью идентичен. Так вот, с точки зрения логики, смысл, или другими словами, содержание. Содержание этих двух понятий отличен друг от друга. То есть, когда вы говорите «человек», вы понимаете одно, а когда вы говорите «разумное животное», вы представляете нечто отличное от того, что вы представляли, когда говорили «человек», когда слышали это слово, слово «человек». То есть, другими словами, их смысл не идентичен. Их смысл имеет отличие друг от друга. Но при этом они совпадают в объеме. Но несмотря на это, из-за того, что смысл их не идентичен, они не являются синонимами с точки зрения логики. Потому что логика рассматривает синонимы как два понятия, два речения, которые полностью совпадают в содержании, то есть в смысле, в своем значении. Но некоторые другие науки менее точны в своих взглядах, в своем угле зрения. То есть, они рассматривают вещи с меньшей точностью, с меньшей детализацией, чем логика или философия. И поэтому немножко халатно относятся к этим вещам. И как следствие этой научной халатности, в некоторых других науках синонимами считаются также такие понятия, как «человек» и «разумное животное». Почему? Потому что они совпадают в объеме. Да, они не совпадают в содержании, но совпадают в объеме. Опять-таки, я повторюсь, объем и содержание мы до сих пор не изучали. И с позволения Бога мы изучим эти понятия и эти термины на следующих уроках. Сейчас я буду стараться все-таки максимально понятно излагать мысль, когда речь идет о тех вопросах и о тех терминах, которые мы до сих пор не изучали. Итак, это первый вопрос. То, что логика подразумевает под словом «синонимы», то, что подразумевает под синонимами логика, отличается от того, что подразумевают некоторые другие науки. Поэтому это необходимо учитывать, это необходимо иметь в виду. Синонимы — это те речения, например, два слова, которые полностью совпадают в своих значениях, в своих смыслах и в своем содержании. А внеположные — это те речения, которые имеют какие-то отличия. Итак, это по поводу того, что смысл синонима и определение синонима в других науках отличаются от определения в логике. Это первое, на что необходимо обратить внимание. И второе, также менее значимое, но все-таки имеющее место быть и нужное. Дело в том, что в некоторых науках, например, в арабском языке, некоторые языковеды считают, что в арабском языке нету двух слов, двух речений, которые полностью совпадали бы в своем содержании и в своих значениях и в своих смыслах. То есть, они утверждают, что нет двух слов, которые были бы в своих значениях и в своих смыслах полностью идентичными и, как следствие, были бы синонимами. Другими словами, согласно их утверждению, в арабском языке просто-напросто не существует синонимов. Например, в качестве очевидного, казалось бы, синонимизма в арабском языке приводят такие слова, как инсан и башар. Современный арабский человек, родным языком которого является арабский, он, когда говорит башар или когда говорит инсан, он подразумевает одно и то же, подразумевает человека. То есть, башар и инсан означают человек. Но языковеды, например, в данном случае, и все остальные синонимы, они так опровергают. Они говорят, что здесь есть разница между этими, да, и то, и другое означает человека, но у них есть разница. Почему? Потому что, когда речь идет об этом слове, о слове инсан, то в этом слове заключена одна из особенностей человека. Например, забывчивость. И инсан, они утверждают, что взята из слова забывчивость. И так как человек имеет особенность забывать что-то, и порой забывать очевидные вещи, и порой те вещи, которые он не должен забыть, и с этой точки зрения его называют инсаном. Да, называют того самого человека. Но ведь угол зрения на этого человека отличен, то есть имеет особенность. Мы смотрим на это существо с той точки зрения, что он забывчив. Но здесь не так. Бешар, то есть это от слова кожа, имеется в виду, что человек не покрыт волосяным покровом. Да, например, в отличие от обезьяны. Обезьяна, полностью его кожа покрыта волосяным покровом, но у человека немножко другая физиология. И кожа человека проявляется, например, на ладони. На ладони ладонь полностью видна, то есть кожа ладони полностью проявляется. Например, в отличие от той же обезьяны. И когда человека называют бешар, называют человека именно с этой точки зрения. С той точки зрения, что он не покрыт волосяным покровом. И поэтому арабские языковеды говорят, что в арабском языке вы не найдете двух слов, двух речений, которые были бы идентичны, полностью были бы идентичны в своих значениях, в своих смыслах. И каждый приведенный пример они таким образом оправдывают. И на самом деле, в какой-то степени они, конечно же, правы. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что есть ли синонимы, вообще существуют ли синонимы в каком-либо языке. Мы, когда приступали к вступительным обсуждениям, касающимся языкознания, мы изначально сказали, что наше обсуждение вопросов языкознания носит универсальный характер. То есть те законы, которые мы обсуждаем в этих обсуждениях, мы обсуждаем относительно языкознания. Все эти вопросы, и все эти выводы, и все эти знания применимы относительно любых. Могут быть теоретически применимы относительно любых языков. То есть они не касаются, эти законы не касаются какого-то определенного языка. Например, есть синтаксис в одной языковой группе, есть синтаксис в другой языковой группе. Например, в арабском языке, в английском языке или в русском языке. Эти законы, законы синтаксиса в этих разных языках, конечно же, полностью отличаются. Или частично отличаются. И поэтому те правила, которые изложены в русском языке, невозможно применить в отношении английского языка, например. Но в наших обсуждениях, касающихся языкознания, наши законы, они универсальны. Они касаются всех законов, всех языковых групп и всех языков абсолютно. И поэтому, говоря о синонимах, о том, на самом деле существуют ли синонимы или не существуют синонимы, на самом деле это для нас какого-то практического значения на данный момент не имеет. Почему? Потому что существование подобных слов теоретически возможно. То есть теоретически возможно, чтобы было несколько слов. Это особенность логики. Особенность логики заключается в том, что логика не опирается на то, что есть и чего нет. Категория логики... То есть логика мыслит немножко другими категориями. Логика мыслит категориями возможно или невозможно. То есть это приоритетные категории логики. А то, что есть, а чего нету, это немножко скорее относится к экспериментальным наукам и эмпирическим наукам, таким как физика и химия. Они размышляют такими категориями, что есть, чего нет, что произошло, чего не произошло, какие химические процессы произошли, какие не произошли и так далее. А логика мыслит немножко другими. Что возможно, а чего невозможно. Теоретически существование двух слов, двух речений, которые имеют полностью идентичные значения, теоретически возможно. Поэтому данное деление имеет место быть. Данное деление уместно. Итак, речение делится на синонимы и вне положенности. В зависимости от того, имеют ли эти слова, которые мы сравниваем друг с другом, идентичные значения или имеют разные значения, отличные друг от друга значения. На этом мы с вопросами языкознания на самом деле заканчиваем. То есть на этом вступительная часть к логике, которая имеет отношение к языкознанию, на этом, то есть этот вопрос мы закрываем. Закрываем вопросы языкознания. И далее приступаем к другим вступительным вопросам, которые также необходимы для понимания логики, для изучения логики, но в отличие от предыдущих вступительных вопросов, которые мы обсуждали, это была эпистемология и языкознание, последующие вопросы, которые мы будем обсуждать, имеют отношение к философии. То есть имеют прямое отношение именно к философии. Потому что и в философии имеются знания, которые необходимы для лучшего понимания. и для лучшего применения, для более эффективного применения законов логики. И поэтому с этого момента мы приступаем к другим вступительным вопросам, которые имеют отношение к философии. Но, по сути, мы продолжим данное деление, но уже продолжение данного деления будет иметь отношение к философии. Если начало имело отношение к языкознанию, потому что мы здесь сравнивали слова, то есть два разных по звучанию речения, и мы хотели посмотреть, идентичные их значения или отличные друг от друга. Поэтому этот вопрос, данное деление, первый шаг в этом делении имеет отношение непосредственно к языкознанию, то есть к речению. А дальнейшее деление, мы уже здесь будем делить смыслы и отношение этих смыслов между собой, не отношение слов между собой, как в данном случае. Потому что, когда мы говорим о синонимах, мы когда говорим о двух разных речениях, о двух разных словах, о двух разных предложениях и так далее, которые имеют полностью идентичные значения, то, конечно же, мы здесь акцентируем внимание именно на речении, на слове, на том, как он пишется и как произносится. И только потом мы обращаем внимание на смысл, то есть что он идентичен у этих разных слов по произношению и по письму. Но в дальнейшем мы будем обсуждать именно отличие и качество, и форму отличия смыслов, разных смыслов между собой. И, конечно же, мы здесь будем дальше делить внеположные, то есть это внеположные. Внеположные — это разные слова, имеющие в том числе и разные значения. Итак, дальше мы хотим посмотреть, какие же отношения бывают между разными значениями. Мы уже из языка знания переходим в философию. Мы из категории слов и речений переходим в категорию смыслов, переходим в категорию значений этих слов. И в данном случае внеположные в первую очередь делятся на две группы, на два вида. Это, опять-таки, я повторяюсь и подчеркиваю этот момент, что мы дальше будем делить отношения смыслов. Не отношения двух разных слов, а отношения двух разных значений, двух разных смыслов. Итак, внеположные бывают двух видов. или имеют прошу прощения могут иметь общий объем или внеположные могут иметь общий объем. Что мы подразумеваем, когда говорим могут иметь? То есть с точки зрения логики. Логика никоим образом им не воспрещает этим двум разным словам, имеющим разные значения, не воспрещает иметь общий объем. Другими словами, не воспрещает логика никоим образом не воспрещает этим двум разным словам пересекаться друг с другом. Например, слово человек и летающий. и летающий. Слова человек и летающий это вне всякого сомнения внеположные, то есть с точки зрения логики. Потому что это разные слова имеющие разные значения. Человек означает одну вещь, а летающий означает совсем другую вещь, имеет совсем отличный смысл, отличное значение летающий. Но при этом они могут пересекаться, то есть могут иметь общий объем. То есть может быть такое, что человек окажется летающим и может быть такое, что нечто летающее может оказаться человеком. или например дерево и черный. Здесь может произойти то же самое. Дерево может оказаться черным, черное может оказаться деревом. И это при том, что это внеположные. То есть внеположные или могут иметь общий объем, их мы называем различные. Различные. То есть различные это внеположные, которые могут иметь общий объем. Не обязательно, чтобы они имели общий объем. То есть абсолютно нету никакой необходимости. в том, чтобы фактически они имели общий объем. У них может быть и не быть общего объема. Например, слова сахар и розовый. Сахар и розовый. предположим, что нету ничего розового, что было бы сахаром, и нет ничего, ни одного сахара, который был бы розовым, предположим. Но это не означает, что это не говорит о том, что они не могут быть, не могут быть, то есть они не могут пересекаться, они не могут иметь общего объема. поэтому различные это различные включают в себя как те понятия, которые имеют общий объем, так и те понятия, которые фактически не имеют общего объема, но при этом могут иметь общий объем. объема. Это один из разновидностей внеположных. И естественно второй вид это те, которые не могут иметь общего объема. Это внеположные, которые не могут иметь общего объема. и в данном случае мы в дальнейшем хотим посмотреть, то есть в дальнейшем мы будем делить этот подвид на два других вида. Хотим посмотреть, хотим выяснить, что же послужило причиной того, что они не могут иметь общего объема, они не могут пересекаться. И здесь есть две причины, которые могут воспрепятствовать этой возможности, стать преградой для этой возможности, возможности пересекаться и иметь общий объем. Две причины. И они заключаются индивидуацией и самости. Индивидуации и самости. То есть это что такое? Что такое индивидуация и что такое самость? Что мы здесь написали? Мы написали причину невозможности. Что препятствует этой возможности? Есть две причины. или индивидуация или самость. Или самость или индивидуация. Индивидуация. Например, Александр и Михаил. Что мы здесь написали? Мы написали имена двух индивидов. Двух разных индивидов. Представьте себе, если у вас есть знакомые по имени Михаил и Александр, если есть такие знакомые, представьте себе, что мы сейчас написали их имена и сейчас в голове держим их образы, их личности. Мы сейчас говорим именно об этих двух людях. То есть дело здесь, опять-таки, это мы уже вышли из языкознания. Мы сейчас обсуждаем вопрос, который имеет отношение к философии, не к языкознанию. И как следствие, мы сейчас не размышляем категориями речения, категориями слова, речи. Мы сейчас рассуждаем о тех вещах, о которых повествует это слово, повествует это речение. То есть, представим в данном случае, например, что есть у нас знакомый, одного зовут Михаил, другого зовут Александр. И мы, написав эти имена, имеем и подразумеваем именно этих людей, этих двух разных людей. Итак, могут ли они пересекаться, могут ли они иметь общий объем? Что это означает? Это означает, могут ли они, то есть, может ли, например, Михаил быть Александром, а Александр Михаил. Опять-таки, помним, что мы говорим о двух разных индивидах, двух разных людях. Здесь речь не идет о том, может ли один и тот человек иметь два имени. Сейчас речь не об этом. речь идет о двух разных существующих индивидах, одного из которых зовут Михаил, другого Александр. Вопрос, может ли Александр быть Михаилом, а Михаил Александром? То есть, могут ли они иметь общий объем, могут ли они пересекаться? Мы говорим, что это невозможно. Логика говорит, что это невозможно. Но в чем здесь препятствие? В чем препятствие этой возможности? А препятствие заключается в индивидуации. Один является одним индивидом, другой является другим индивидом. Индивидуацию мы ранее, если мне не изменяет память, мы должны были обсуждать и обсуждали ранее, что такое, что из себя представляет индивидуация и так далее. Мы этот вопрос так или иначе должны были ранее коснуться, поэтому, если кто-то из вас не смотрел тот самый урок, то предлагаю обратиться к тому уроку. Итак, здесь причиной является индивидуация. Один является одним индивидом, другой является другим индивидом. Это одна из причин. И это мы называем подобные. Почему мы их называем подобные? В чем причина подобного именования? А причина заключается в том, что, как правило, подобными подразумеваются разные индивиды, разные индивиды одного вида. Например, в данном случае речь идет о виде человек. То есть и Михаэл, и Александр являются людьми. То есть это два разных индивида, два индивида одного вида. И поэтому по самости, по своей чтойности, по своей сущности они полностью идентичны. То есть а в чем они идентичны? Они идентичны в том, что и тот и другой являются человеком. В этом человек, который составляет их суть, является основным составляющим их чтойности, полностью идентичен у них. Как один, так и другой являются людьми. Или, например, подобными являются эта корова и та корова, этот лев и тот лев, эта кошка и та кошка. То есть это и та опять-таки мы указываем на конкретные индивиды. Итак, это подобные. Мы к подобным еще чуть позже вернемся. Итак, мы говорим о том, что когда имеются разные смыслы, разные значения, разные содержания, то они или могут иметь общий объем или не могут иметь общий объем. А если не могут иметь общего объема, то это или по индивидуации, или же по самости и чтойности. То есть по сути. То есть что это означает? Это означает, что в данном случае мы имеем два понятия, в каждом из которых внутри этого понятия, внутри этого что исключает другое значение, другой смысл. Ну например черное и белое. Обратите внимание или же еще более понятный и ясный пример бытие и небытие. Бытие и небытие. Обратите внимание, в каждом из этих смыслов заложено нечто, что исключает возможность второго. То есть другими словами то что является бытием не может быть небытием. почему потому что в небытие заложено внутри этого смысла есть нечто его самости в его чтойности в его сути есть нечто что исключает то чтобы это небытие одновременно могло быть и бытием. Или же в данном случае черное и белое. здесь здесь также заложено нечто в каждом из этих двух понятий понятий в каждом из этих двух смыслов и значений заложено нечто что исключает возможность второго то есть та точка которая является черным или в данном случае синим та точка которая является синим эта точка синий эта точка не может быть и одновременно эта же точка и красной точкой быть не может то что является черным не может одновременно быть и в том же в той же самой точке в том же самом месте не может быть и белым почему почему не может почему они не могут иметь общего объема Почему они не могут пересечься? А потому что в каждом из них заложено то, что исключает другое. То есть здесь в самости этих понятий, этих смыслов, этих значений есть нечто, что исключает второе. То есть невозможность пересечения, невозможность иметь общий объем обусловлена самостью этих понятий. В отличие, например, смотрите, в данном случае, когда они могли иметь эти понятия, могли иметь общий объем, например, человек и летающий, они разные. Летающий означает одно, а человек означает другое. Дерево означает одно, а черное означает другое. Но ни в одном из них не заложено чего-либо, что взаимоисключало бы наличие второго, то есть пересечения со вторым. Наличие общего объема у этих понятий ничего в черном не заложено, что исключало бы бытность черного дерева. Точно так же и в дереве ничего такого не заложено, что исключало бы бытность дерева черным. В отличие от этих понятий, понятия, которые не могут совпадать друг с другом в силу самости, самости этих понятий. Потому что в этих понятиях заложено нечто, что взаимоисключает наличие другого и так далее. Этот вид называется противолежание или противолежащий. То есть понятия мы будем называть противолежащими. Черное и белое являются противолежащими. Бытие и небытие являются противолежащими. Но отношения между ними это противолежание. Например, Александр и Михаил это подобные. Но отношения между ними это подобие. Человек и летающий это разные. А отношения у них разность. Противолежащие. Противолежащие. Итак, это деление внеположных. Внеположные или могут иметь общий объем или не могут. Те, которые не могут иметь общего объема или не могут иметь по индивидуации. Например, в данном случае, обратите внимание, между Михаилом и Александром в самости здесь никаких проблем нет. Потому что и тот, и другой являются людьми. То есть, в них, в их самости и в их чтойности не заложено ничего такого, что взаимоисключало бы наличие и возможность общего объема со вторым понятием. Но здесь есть так удивительная вещь, которая называется индивидуация. Индивидуация это уникальная вещь, которую на самом деле очень сложно представить. Но она имеет место быть. И эта индивидуация препятствует тому, чтобы Михаил и Александр могли иметь общий объем и могли пересекаться. Это подобное. Или же эта невозможность обусловлена самостью этих понятий. И в общем-то на этом делении все. Мы на этом заканчиваем на сегодня. Кое-что скажем по поводу подобных, подобностей. Два положения, которые, в принципе, очень большого значения для логики не имеют. Но так или иначе мы это озвучим. И на следующем уроке, с позволения Бога, мы продолжим это деление. Продолжим. И далее будем делить противолежащие. Потому что сами противолежащие делятся на четыре вида. Итак, что мы хотим сказать по поводу подобных. Что, какая есть особенность в подобии. У подобия есть два положения, о которых необходимо упомянуть. Итак, ну, во-первых, естественно, они не пересекаются. Это мы уже сказали. То есть, подобные не пересекаются. Михаил не может быть Александром, Александр не может быть Михаилом. Мы это уже говорили. Но наряду с этим умножение невозможно. Умножение невозможно. То есть, точно так же, как Михаил не может быть Александром, и Александр не может быть Михаилом, точно так же невозможно, чтобы было два Михаила. Чтобы Михаил, наряду с... То есть, будучи одним индивидом, был двумя индивидами. То есть, невозможно, чтобы существовало полностью два или более полностью идентичных индивида. Идентичных в том числе и в индивидуации. То есть, в индивидуальности. Чтобы у них индивидуация была также и едино-идентичная. Потому что это само... То есть, индивидуация предполагает единство. Если мы говорим, что существует две полностью идентичных... Два полностью идентичных индивида, то мы говорим о том, что два может быть единицей. Единица может быть двойкой. Это, согласно логике, невозможно. Невозможно, чтобы два было единицей, а единица была двойкой. И поэтому умножение, или, если хотите, удвоение. Удвоение невозможно. Невозможно двух Михаилов. Невозможно, чтобы было два Михаила. Опять-таки, не два человека по имени Михаил. Опять-таки, я повторяюсь, мы ушли от вопросов языка знания и перешли к вопросам философии. И, как следствие, мы касаемся сейчас смысла этого слова, а не самого слова. Да, два человека, и миллион, и триллион людей может быть с именами Михаил. Но того самого Михаила, о котором вы знаете, того самого вашего знакомого может быть только один. Двух таких людей полностью идентичных в своей индивидуации быть не может. Опять-таки, мы, так или иначе, этот вопрос ранее еще касались. И еще одно. Итак, здесь уже места нет, я писать не буду. Можете записывать для себя. То, что возможно для одного подобного, возможно и для другого подобного. То есть, другими словами, то, что возможно для Александра, возможно и для Михаила. И наоборот, то, что возможно для Михаила, возможно и для Александра. Например, если Александр, опять-таки, возможно, здесь логическая. Да? Не физическая, не химическая, не социальная, не общественная. Нет. Это логическая возможность. Когда мы говорим о том, что если для Александра возможно стать, например, чемпионом мира по, например, стрельбе или чемпионом мира по бегу, то и Михаил имеет эту возможность. То есть, теоретически, с точки зрения логики, так как они являются двумя индивидами одного вида, то они в своих возможностях полностью идентичны. Точно так же и идентичны они в том, что для них невозможно. То есть, другими словами, то, что невозможно для Александра, невозможно и для Михаила. И поэтому это правило будет звучать следующим образом. То, что возможно для одного, возможно и для другого. То, что невозможно для одного, невозможно и для другого. Поэтому, если Михаил может научиться летать, если, то и Александр может научиться летать. А если Александр не может, логически это невозможно, чтобы он научился летать, то и второй также не может. Нет такой возможности для него, если может научиться летать или если не может научиться летать. И эту логическую возможность прошу не путать с другими возможностями, с общественными, социальными возможностями и так далее. То есть мы можем, например, смоделировать такую ситуацию, когда Александр, например, вырос в Дагестане, родился в Дагестане, а Михаил родился в Москве. И вырос в Москве. Соответственно, вероятность того, что Александр станет чемпионом мира по вольной борьбе, намного выше, чем эта возможность у Михаила. То есть эти социальные какие-то другие факторы мы здесь не учитываем. Это логика. Логика говорит о том, что это два индивида одного вида. И если для Александра есть какие-то возможности, логические возможности, то эти возможности есть и у Михаила, потому что он тоже такой же человек, как и Александр. И, в общем-то, на этом всё. Вассаламу алейкум, рахматуллах и баракату.